друзья всем привет на этой машине повредил пальчики поэтому берегите свое здоровье работайте в перчатках постоянно об этом говорю и вот сам попался но речь не об этом сегодня более менее такой интересный объект на котором можно показать возможности материалов правильность их использования и простоту в работе я расскажу об одном варианте как это обычно делается а потом покажу у себя в работе второй вариант как это я сделаю и для чего я сделаю именно так значит имеется lexus на карандашики все держалось имеется lexus клиент приехал эта машина с америки порту ему повредили две двери и крыло две двери получается спасти одна дверь просто под полировку идет другую дверь руслан от пдр л просто вот в ноль что называется хотя дверь изначально с клиентом наговаривалась по-любому под покраску потому что у нее замятость то ли об контейнер то либо что-то вот эту вся плоскость вся заваленная обусилитель подавлено так когда сядешь сбоку но даже если сказать что дверь подавилась ну на ней ничего не видно да если быть там дотошным можно вот тут какой-то топ блин бликом не назвать в общем дверь спасли клиенту клиент уже рад хотя он еще и не видел крыло же я рихтовал именно рихтовал старался в ноль сделать но все равно поскольку я рихтовщик криворукий у меня получилось сделать ее грубо говоря под грунт то есть я шпатлевкой тонкой протянул только микро точки от споттера остальное залил грунтом для чего это делается чтобы вот тут не было много шпатлевки то есть при пробитии толщина мерам единственно где покажет чуть больше толщину это на самом кантике и в случае возникновения каких-то вопросов с покупателя продавца четко будет понятно что ремонт выполнялся только здесь как обычно делается такие ремонты приходят от рихтовщиков машины у которых у тут сисик надергано дырок прожжено там наварено сваркой эти дырки по заварены и типа так гуд у тебя кантик есть на него типа ориентируйся маляра наваливаются шпатлевкой шпатлевкой наваливает вот сюда потому что зона как правило от контакта растянута аж на самый верх потом вот так грунтуются и вот так в ребро тех кто умеют покраситься толщина на всех этих участках будет зашкаливать тут будет зашкаливать лишь потому что лежит база лак здесь будет зашкаливать потому что тут грунт а тут уже пошла шпатлевка нам такого не хочется задача у клиента в ребро под прибор понятно что здесь прибора не будет но прибор будет везде вот здесь то есть во всей этой зоне будет у нас положено не моя сидушка положенная заводская толщина сейчас мы глянем какая у нас должна быть вообще это положенная заводская толщина и под это будем плясать но это мне больше информации для малярки нужно вам нормально 153 это как так обычные лексусы тоненькие короче будем ориентироваться в европу 130 140 а там посмотрим что нам нужно сейчас для работы я сниму дверь она все равно снималась она не до конца установлена на все болты просто так удобнее работать расклеюсь и приступим к перетирке работы тут не сказать что прям критично много тут просто нужно правильно выйти до вот этого конта снимать лакокрасочное покрытие по сути это самое важное в этой работе форма она задана рихтовкой так для работы сейчас тут я буду применять брусочек мирковским что-то подтормаживаю 180 q 3м кубитрон и пылесос включаем эту чуть-чуть пустил соплю на первом слое поэтому и взял 180 так обычно это 240 видно что слой тоненький но это все будет идти под грунт мокрый по мокрому но это все будет хорошо Меняем на 240. 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 Я не пользуюсь черными грунтами, поэтому мне не нужна оранжевая проявка. А так, кто любит черненького грунтеца подкинуть, имейте оранжевую проявку, она вам хорошо показывает риску. То есть на маленькой поверхности риску еще можно нормально проконтролировать, а вот когда уже зона большая, можно и простыкать где-то. Поскольку все идет под мокряк, риска мельче, чем 320, мне просто не нужна. Прямо совсем бесполезно будет наши труды бессмысленны в этом случае. Останавливаемся как есть. Хорошо пробиваем торцы, углы, конты. Сюда я не лезу, покажу дальше. Здесь уже зона должна готовиться под переход. Есть. Тут что нам нужно для работы. Тут для работы нам надо скотч, любой, и отбиваем себе на ширину скотча ниже ребра. Это та зона, в которую мы оставляем лакокрасочное покрытие и будем выводить его на более тонкий слой путем понижения риски на наждаке. То есть мне же нужно отмокриться, потом откраситься и отлащиться, и все это сделать до этого ребра. Подключаем пылесос. Так, что у нас тут? У нас тут Antools. Сотка пойдет. Даже не знаю, что за наждак какой-то из тестовых. Уже поюзанный. Covox. Это наждак. Попробуем. Если он еще, конечно, не мертвый. По поводу машинки, кстати, пару слов. Работает нормально. Одно, но она тяжелая относительно мерки. И нет стопора тарелки. Ну, то есть она, когда бросаешь, она еще крутится и крутится и крутится. Это, в принципе, все из минусов. Продолжение следует... Походу, мертвый был ножачок. Четко видно, как у скотча начинают вырываться краешки. Здесь мы останавливаемся, то есть выше не лезем. Попробуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, соточкой все обыдрали Теперь снимаем скотч Ну так-то просто Он уже погрызан Выкатываем вот эти вот остатки скотча Чтобы клей не забивал наждак нам Переклеиваемся в половину выше Лучше перебздеть, как говорится Берем 180 И разрабатываем вот эту зону дальше То есть разглаживаем ее Субтитры создавал DimaTorzok Прощупываем, чтобы не было нигде Острой ступени Здесь перепрыгиваем сразу на 320 И потом на 500 Уже без скотча Аккуратнее просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Берем обезжирку И мочим деталь В принципе можно целиком Посмотреть, как она у нас будет Смотреться под лачком То есть ловим лампу какую-нибудь Прямую Не забываем о том, что у нас еще тут будет Грунт, краска и лак Грунт будет подтираться Мы просто проверяем, чтобы тут Линия лампы не ломалась очень резко Понятно, что какое-то искажение В зоне перехода оно есть Но оно не должно быть капец каким диким Тут проверяем просто на лампу На блик Как смотрится и все Больше тут обезжирки делать нечего Вытираем Заодно и почистили поверхность Убираем броню из проема Она нам тут уже не нужна Дочищаем, обязательно сушим обезжирку Это очень важно Кстати, сейчас смотрю на это дело И о чем думаю Я никогда не пробовал Делать переход на полированной части Я обычно всегда просто очищал хорошо Обезжиривал Наверное, сейчас вот эту полку Пройдусь глиной Ну, очищу просто Обезжирю, поочищаю Полирнем ее И потом аж будем работать наждаками Просто ради интереса Это автомаджик номер 49 Спецсостав Проходим тут глинкой Короче, почистим себе Чтобы полировочка была у нас Как положено Это синяя, не абразивная глина Она только собирает Грязь На себя С поверхности Переход я буду делать По всему ребру То есть тянуть его именно Контом вдоль ребра А не вот тут обрывать Как-то Потому что это более рискованно Нежели Перетянуться вдоль всего ребра Так, у нас тут все чисто Вытираем и полируем Ну, полируем не именно там Капец как До супер глянцев Первым-вторым номером Просто первым номером Мехом пробежимся Дадим глянчика Видно, какое грязное Кое-где зацарапанное покрытие Так, полируем Чуть-чуть пасты Меховой круг Полировать буду на роторе Сейчас это вообще не принципиально Меховой круг Меховой круг Субб opposила Меховой круг Фигой Мехруппозиции Меховой круг Меховато Меховато Тот же состав, 49-й. Наносим и вытираем уже микрофиброй. Состав нужен, чтобы полноценно вообще вытереть пасту из поверхности. Все, лачок освежился. Думаю, этого будет более чем достаточно в этой работе. Обезжириваем еще раз. Сейчас пусть обезжирка постоит минутку. И протираем. Только протирать я буду чистой микрофиброй. Далее берем 500. Мне очень нравятся треймовские 500-ки 216-ые на поролончике. Удобные они в работе. И проходим почти под самое ребро. В принципе, можно и по самому ребру коснуться. Но только осторожно. Теперь передаем конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь работаем вручную, готовим себе именно зону переходов. Красить буду под вот это ребро, под внешнее сюда уходить. А ну именно конечная зона. Грунтовать буду в половину первого канта, красить во внутренний кант, а лакировать вот сюда внешний кант. Нельзя сделать и грунтование, и покраску, и лакировку в один кант. У вас не получится потом сполировать. Нам нужно 1200... И сюда вот в таком формате. Этот наждак уже можно будет спокойно переполировать. И уходим чуть выше, чем ребро заканчивается. Это у нас... Забыл показать. Ковакс оранжевый. Асселекс. Так, здесь я мотаю исключительно под лак. Поэтому мотую сразу всю зону этой 1200. То же самое и с внутренним кантом. Размотоваться лучше изначально чуть-чуть выше и шире, чем планируете. Потому что, как обычно, переход не угадаешь, где он точно закончится. При оклеивании начнется так. Мне удобнее сюда, а тут сюда. Вроде бы и знаешь, как должно быть. И все равно уплывет не сразу туда, куда рассчитывал. Поэтому чуть-чуть шире взяли. Мотанули хорошо. Потом подполируем. Ничего страшного не будет. Если не домотоваться, либо же лак попадет где-то на глянец, то нормально сполировать не получится. Лак будет скользить и обрываться такой тонкой паутинкой. На замотованной же части эти шансы уменьшаются, что лак будет тянуться. Идем дальше. У нас там не только машина. У нас еще крыло от нее и два бампера. Два бампера, один новый, один сколы расчищены. Там неинтересно. А вот с крылом у нас может быть два варианта работы. Первое, что его еще ремонтировать надо. Для этого мы проливаем все обезжиркой. И просматриваем на наличие тычков. Ну, транспортных повреждений, скажем так. Показалось. Тут арки такие сложные формы. Все, тычков нету. То есть острых повреждений никаких под ремонт нету. Вытираем. Заодно у нас происходит первое обезжирение. Вот это крыло я себе порвал руки. Вот тут шмых. То есть очень, очень острое оно. Крыло не оригинальное, но это хороший, дорогой Тайвань. Не знаю, насколько дорогой, но это единственный из таких нормальных. Он, во-первых, по форме подошел, хорошо стоит. По своим размерам он адекватный. Что сейчас будет происходить? Я сейчас, во-первых, померяю его толщину. Мне нужно понимать, какая она, что это за грунт. И проверим этот грунт на устойчивость к растворителям. То есть транспортный это грунт, либо же нет. Берем толщину мер. 33 микрона. 33 это хорошо. Это, грубо говоря, толщина катафореза. На него один тонкий слой макаряка и красить, если оно устойчиво к растворителям. Берем самый агрессивный растворитель, который у нас есть. Хорошо так уже везде проливаем. Если оно попрет, смываться, то где-то точно смоется. И оставляем так на несколько секунд, а чтобы максимально увлажнить одно из мест. Кладем салфетку и наливаем на салфетку. Растворителя концентрация увеличивается. Если подрыв будет, то он обязательно будет. Оставляем. Подождем, пока тут вообще само испарится. Да, шляпа. Все. Можно дальше не ждать. Это транспортный грунт. Вот так оно и проверяется. Можно, видите, даже не ждать. Все. Значит, мы его сносим. Какими способами сносим, это уже дело каждого. Можно размыть его, стать со скучьбрайтом. Можно машинкой пролететь. Способов куча. Я, наверное, е... Наверное, даже не знаю. Слушайте, а тут как будто еще один слой снизу. Ну да, это же не металл. Началось повторение, мать учения, как говорится. Короче, снесу все наждаком, это будет надежнее. Потому что снизу еще какой-то грунт, сейчас это начнешь смывать. То чуть разъедаться будет, в итоге все равно возьмем наждак в руки. Сейчас оно выветрится и сносим. Обязательно такие вещи надо проверять. Иначе можно было бы потом попасться. Ну что, заехал я в камеру, оклеил общий фон, оставил открытую до глянца. Ну, тут все как обычно. Значит, что мы сейчас делаем и как будет происходить? У нас самая, по сути, интересная работа – это вот. Остальное – это общий план. Что нам нужно сделать? Поскольку я буду и грунтовать в переход, и красить в переход, и лачить в переход, у меня будет три слоя перехода. Самый пока что важный из них и первый – это переход по грунту. Переход по грунту я буду делать под парашютик из скотча. Сейчас мы его еще раз схалтурим и заклеимся. Все уже обезжирено, протерто, обдуто. Еще раз потом обдуемся после того, как скотч себе заклеиваю. Значит, сейчас происходит заклеивание чуть ниже, чем идет ребро. Ниже примерно миллиметра на 4. Парашютик должен остаться таким легеньким, чтобы я, когда грунтовался сверху, перекрыл полностью вот этот весь бутерброд аж до вот этих, грубо говоря, опор. И там потом мог перетереться. Под окраску и лакировку я буду клеить отдельно потом валики и скотча, парашютики и валик поролоновый. Но под грунт пока что оставлю как есть и просто закрою лишнее скотчем. Подламываем краешек у скотча, подклеиваем на коленочку и потянули. Кстати, скажу так, заметил, чем более дорогой скотч, ну, в плане там Аквы и все остальные, по 3М, по Колоду, тем лучше и тоньше можно заклеить вот эту вот грань. Не знаю, с чем это связано, но просто заметил на себе. То есть, этот скотч я не могу вообще сделать полуторамиллиметровый валик. Вот не получается у меня. На колодовском зеленом вообще без проблем. Как это работает? Я не знаю. Так, получится сейчас такой момент. То есть, есть уже не клеевая часть и там, где клеют. Я вот этой линией сейчас буду клеить в нижнюю часть ребра. Понятно, что все это сугубо плюс-минус трамвайная остановочка, как говорится. Но, тем не менее, вот видно рисочку от 320. Вот мне ее нужно будет перегрунтовать. Сюда я грунтоваться не буду. Распылюсь, перетрусь. И сюда сейчас вклеиваем сразу валик в половинку первого ребра. Чтобы у меня было и место для перетирки. Мне же грунт нужно подтереть, чтобы не осталось жесткой линии. Потому что тут, в принципе, даже вот в этот парашютик материал можно налить так, что он даст жирную ступеньку. Так, затянул. Затянул. О, вот так парашютица. Это то, что нам надо. Свободные зоны заклеиваем скотчем. И, в принципе, мы готовы к грунтованию. Надо будет только все еще раз обдуть, липкость салфетки протереть. И можем грунтоваться. Все, готовы к нанесению грунта. Теперь берем кислотные салфетки. Я их храню в таком закрывающемся пакетике. Те, которые недоработанные. То есть она еще работает. И выкидывать ее как бы смысла-то нет. Я уже скажу так откровенно. И подзабыл, когда я последний раз разводил кислотный грунт. Именно разводил его. То есть все объемы. Капот. Там крылышко целиком. Пару дверей. Мне отчасти даже проще вот такой салфеткой мазануть. И все. И не ходить, не мыть пистолеты. Лишнее не выливать. Есть. Тут еще, кстати, она поработает. Вот таких два крылышка аж бегом сможем будет еще с ней сделать. Довольно-таки выгодный вариант кислотника. Хотя по факту изначально кажется очень дорогим. На пластик накидываем грунт по пластику и грунтуем. Все. Кислотник у нас сработал. Видно, какие-то активности были на металле. Настраиваем. Три полных. Пакел на полную и вперед. Тут за 1,3. В полтора слоя. Прохожу снизу. Ну да, все нормально. Прохожу снизу и сверху сразу выливаю. Прохожу снизу. 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 Продолжение следует... 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 есть и теперь 1200 еще раз перебиваемся тут вот Все. Будем сейчас переклеиваться. Теперь обдули. Протерли липкой салфеткой. Еще раз обдули. Липкой салфеткой протерли все, что рядом на машине. Берем валики. Я от этих валиков просто тащусь. Я их под заказ с Питера себе вожу. Это поролоновые валики с... Иди сюда, родной, не прячься. С свободными краями. То есть клеевая зона посредине. Свободные края где-то 5 мм не приклеиваются. Почему я от них тащусь? Потому что ими можно сделать гибкую линию по переходу без задиров краев, как это делает скотч. Потому что скотч так или иначе на вот этих углах подворачивается. По прямой линии проблем нет, на углах подворачивается. Вот таких валиков я больше ни у кого не находил. Ни 3М, ни колот не имеют этих валиков. Хотя многие хвастаются, что да, они у нас есть. Никто мне их не смог продать. Кроме как Jetta Pro. Это не реклама там какой-то компании. Я просто делюсь тем, что мне нравится по продуктам разных фирм. наклеиваем так, чтобы можно было весь грунт хорошо прокрасить. И тут плюс-минус та же тематика. Вот за вот эти повороты я и люблю этот валик. Он их идеально обходит. Его можно растягивать. У него нет внутри пластиковых линий. Хотя иногда по Кьюри Финишу мне очень нравится тоже валик. У него внутри есть пластиковая линия. И можно... Если видите, этот я когда тяну, у него есть небольшая кривизна. Ну, для базы, допустим, это не страшно. На лаке надо поровнее, конечно, приклеиться. То у Кьюри Финиша... У меня он, кстати, есть. Мы, наверное, на лаке его приклеим. Можно натянуть его ровненько, по прямой. То есть много очень продуктов на рынке. И в идеале, конечно, знать их разновидности, чем они отличаются друг от друга. Невозможно обойтись исключительно, вот, упереться в валик для проемов который и ему делать все. Да, и можно сделать многое, но не все. Заклеиваем пустоты и окрашиваем. И, к сожалению, нету еще ни одной такой фирмы, которая бы своим продуктом закрыла... Ну, точнее, у которой бы были вообще все продукты, вот все-все-все, которые решали бы наш вопрос. Так или иначе, приходится у одной компании одно, у этой химия, у этой расходники какие-то, у этой стаканы с крышками, там инструмент, ну и так далее. Окрашиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все. Теперь сушим и расклеимся, илачимся. Опять же, расклеиваемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я лучше расклеюсь полностью, чтобы можно было подтереть липкой салфеткой все. Потому что цвет черный, на нем все очень хорошо видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для воды у нас специальная липкая салфетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Протерлись. Теперь в проем клеим вот этот мягкий валик. А на прямую линию попробуем наклеить вот этот валик, тот, у которого внутри пленка. Так, в проем клеим гибкий валик. Теперь клею еще чуть дальше с такой полупротяжкой в натяжку, чтобы у меня хорошо он прилегал с минимумом остатка вот этого парашютика. Это тоже очень важно. Так, тут есть. Далее. Берем вот этот валик. Ай, валик. А шо ж? А-ха-ха! Сейчас пойду гляну, если у меня нету, это плохо. Короче, чем прикольный этот валик? У него внутри скотч, который не дает ему возможности сильно искривляться. То есть его можно натянуть идеально по прямой. Сейчас пойду смотреть, но если у меня его нет, я очень сильно расстроюсь. Эх, беда! Беда! Нету того валика у меня. Ладно, мы-то этим справимся, просто тем было бы это сделать удобнее. Как же я так провтыкал этот момент. Ну, будем стараться натянуть его ровненько. Просто это потом максимально удобно для работы по полировке. Так, я сейчас еще раз протру на всякий случай. И теперь приклеиваемся верхом прямо по ребру. Чтобы максимально ровно наклеить, можно отойти в сторону и как бы вот так. Ну, я думаю, смысл понятен. Еще чем круто этот валик, его можно растягивать. И когда тебе не хватает, ты видишь, чуть-чуть не хватает, потянул его, приклеил. очень хорошая клеевая основа. Нет никаких проблем. Все, проклеиваем скотчем остаток и лакируемся. Минут 5-7 и полный слой. Прошла межслойка. Берем миник, тут переходной у нас раствор, лачимся и потом дуем переходником. межслойка. О, Берем иголочку У меня тут Мать ее ворсинка Я думал я ее вытащил Вот, теперь вытащил Расклеиваемся Главное это сделать осторожно Чтобы вот этот Остатки скотча Никуда не ляснулись Был у меня раз случай Когда расклеивался и скотчем Ляпнул по детали Это было фиаско Причем фиаско серьезнейшее На уровень перекраса Так что Все, да, ну крыло под полировку Я не пойму откуда у меня ворс Причем ворс на бампера прилипает И сюда на деталь Просто капец, мусора Мусора просто жесть По-другому не скажешь Понятно, что полировка все поможет, все спасет Но надо найти то ли у меня с костюма Я просто работаю уже в старом Мирковском костюме Надо колодовский взять Может с него ворс идет, я не пойму Но не было такого Такого количества ворса Я давно не видел Ладно на бампер, там пару ворсинок прилипнут Понятно, он статический Тянет на себя, но на крыле Прям жесть, обидно Ладно, тут крыло небольшое Это отполируем На переднем крыле нет ничего Пару сориночек Переднее крыло чистенькое Красивенькое Есть вот тут какая-то соринка Вот соринка Вот соринка Заднее крыло это жесть Но тут прям бревно я аж вытаскиваю Там, 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 там То есть у меня на этом элементе Мусора больше чем на всех вот этих разложенных Прям жесть и обидно То есть бампера Ну есть вот что-то лежит маленькое Вот тут вот две рядом Причем одна из них на грунте Мокрой по мокрому Другая уже по лаку Ну не так же, как там Ладно, это все боль и страдания Маляров вечная Теперь включаем сушку И посмотрим, ну высохнет Когда буду полировать Покажу, что там у нас с переходом И переход, в принципе, получился То есть он ровненький, гладенький Без ступенек Без приколов каких-либо То есть все будет нормально, я думаю, с полировкой Продолжим У нас, значит, плоскость отполирована Мы уже тут всю машину полируем Я оставил специальный участок Чтобы можно было понаблюдать Как получился переход И как он будет убираться Сам переход В ребрышке Никаких контов Острых ступеней Ничего нет В принципе, тут даже как бы Подтирать Может быть, ничего не надо Но тут есть какая-то ворсиночка Маленькая, некрасивая Это линия у меня от скотча Специальный переход защищал скотчем Когда крыло полировали Вот так вот будет лучше Так, 2000 Это зелененькая Делаем Просто слегка Я наблюдаю Как тут Подматываем Подматываем Действием Лучше видно, что происходит С переходом Кстати, любой переход Даже если он хорошо сделан Можно увидеть, когда заматуешь поверхность Есть Теперь берем Трешечку И эксцентрик Эксцентрик 15 мм Белый мех Звизоровский Размазываем пасту по кругу На малых оборотах Я размазываю так Кто-то размазывает Изначально на круг Наносит Тут особо, я думаю Ничего не меняется Поднимаем обороты И я сильно на само ребро Прям не наступаю Я работаю больше По плоскостям Ребро само по себе Ворсом касается То есть я, грубо говоря Полирую вот эту полку Сейчас Ребро у меня идет Само по себе По пути Ребро само по себе Продуваем круг И продолжаем Ребро само по себе Смотрим Перехода Нет Матовой линии Нет Но тут еще будет Обязательно второй проход По всей машине И идти Само собой На крыло коснется И я уже покажу Готовый результат Ну то есть переход Когда он четко Без жесткой линии сделан Его даже мотовать Особо не надо Но я мотовал Чисто из-за того Что я увидел Там пару каких-то Как сориночек мелких На самом ребрышке А так все сделал У нас мех И померяем И померяем Обязательно толщину Ну что Посмотрим Вообще На конечный Готовый результат Машина Отполирована Начищена Берем Берем Толщиномер Померяем Что у нас есть По заводской Двери Померяем Что есть у нас Ага Чуть толще Где-то Дядька Волочка Перестарался Тут нормально Тут само собой Будет чуть толще Потому что Грунт есть Ну да Ну да Тут уже Прям совсем Грунт есть И вот тут Есть Двойная Толщина То есть Под самым Контом Тут полностью Двойной Акрас С ремонтом Получается Ну в общем То есть Если Случай Когда Потенциальный Покупатель То есть Тыкает В зону Где-то Тут Ну тут конечно Вызовет Подозрение Ладно Продать это Скрупулезному Любителю Толщиномера Не получится Потому что Он найдет Но все равно По крайней мере Когда он найдет Четко обрисуется Ремонт И будет Примерно понятно Что происходило По внутреннему Конту Все Отполировалось Тоже все Красивенько Никаких Замечаний Особых нет Очень Мне понравился Вот этот способ После того Как тут Отполировано Подмотоваться И в это ребро Делать переход Хорошо Получается Нету никакой Грязи Которая заливается Переходным Растворителем И прилипает К нему И довольно таки Просто потом Сполировать Получившийся Переходик Такая вот Работеночка По цвету Чистый Черный 212 Отлично По стыку Никаких вопросов Особых нет По шагреньке Блин так сбоку Не видно Лампу поймать Тут чуть суше Шагренька У меня как-то более Растянутая Европа Получилась А вот тут Хорошо То есть По крылышку У меня шагер Поэтому Получился Лучше Чем по заднему Что могу сказать По поводу Такого Подхода К ремонту В принципе Он имеет место быть Но если есть желание Сделать именно В толщину То нужно снимать Полностью Весь батон До металла По торец Такие работы Уже делались Все получается Четко Беспроблемно Единственное что Отличалось бы Это зона ремонта Она бы конечно Билась В любом случае Чуть толще Чем есть Как-то так Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...